Оба-на! Сергей Разумовский! Какие люди! Это я как батарею выиграл, можно сказать. Наверное, не знаю. Специально вас ловил. Я сегодня вам комментарии писал насчёт пенсионной реформы. Хотел бы поподробнее услышать, если бы были в ВОЗ же в ваших руках этой тройки под названием «Пенсионный фонд». Как бы вы поступили с нашим поколением? Ну, во-первых, пенсионная пенсия вообще у нас старая, не отвечает требованиям и вообще не из той оперы. Первое, что накопление – это личное дело каждого. То есть мы перешли на хозрасчёт, самофинансирование, самоокупаемость, и люди сами решают, где взять квартиру, что для него перемашина, что-то и с пенсионным фондом было то же самое. Я бы создал пенсионный фонд. То есть любой гражданин, достигнув 40 лет, то есть с 40 я бы начал, может открыть в любом банке личный пенсионный счёт и заявить государству, что это его личный пенсионный счёт. Всё, что туда попадается, не облагается налогом. Он имеет право копить до, ну, грубо говоря, до 5 миллионов. Так, это примерно что у нас получается. Возраст заживания 60, ну, скажем, до 80. 60, 60, 20 лет, 20 лет, умножаем на 12, умножаем, ну, пусть 25 тысяч, 25 тысяч равно. Но, да, 6 миллионов – это предел, который вы можете накопить. Всё, что сверху, вы не имеете права подоложить. Можете на любой другой счёт облагать с налогом всё. Вот это ваш пенсионный фонд, достаточный для доживания. Если вы снимаете сумму до достижения пенсионного возраста, а я бы вернул пенсион 60, нормально, наши предки были не дураки, выставляли такие счёты. Если снимаешь до этого, ты попадаешь под налогообложение. Если только нецелевое снятие. То есть, допустим, у тебя операция какая-то тебе необходима, тебе нужны деньги. Ещё там какие-то вещи, ну, скажем, жизневое. Там, да, ты получаешь образование ребёнка решил за счёт пенсиона. Всё. Но если ты снимаешь после 60, всё, так же налогом не облагается. Ты достиг пенсион, ты начинаешь тратить. Вот, соответственно, ожидать того, что люди, скажем, будут снимать все 20 штук, вряд ли. Начинается до, скажем, до платы. Вот человек работает, он уже старенький, он уже на тот уровень не может выйти, у него зарплата 30. Ему не хватает. Ну, червоница он может снять. Хотя он в месяц может снять четвертаг. Но он снимет всего червоницу. Мало того, он может на этот пенсионный фонд доложить. Вот этот фонд, он единственный за страхом государства. В случае банкротства банка, любого банкротства государства гарантирует сохранение средств и перевода в любой другой банк. То есть, он должен быть застрахован именно государством. Вот. Вот это для нормальных людей. Больше шести. Если у тебя там море заводов, газет, пароходов, плевать. Вот шесть и больше ты не получишь. Остальное будешь облагать налогом, причём по агрессивной шкале. Всё, это нас не коварит. Вот шесть вполне достаточно. И, соответственно, человек как бы застрахован. Вот. Помимо этого, для особо одарённых и тупых пособие по старости. Это отдельная форма пособия. Пособие 60 лет тебе исполнилось. Или ты, скажем, инвалид какой-то, но денег у тебя нет. Ты ни хрена ничего не скопил. Вот тогда ты подаёшь заявление, и тебе начинают выплатить пособие. В чём разница? Когда ты платишь пенсионный, пользуешься, тебе не спрашивают, сколько у тебя имущества. Три квартиры, пять квартир, там, я не знаю, дачный участок, три. Плевать. Ты своими деньгами работаешь. Но если ты перешёл на пособие, тебе сразу задают вопрос. Слышь, а мы джип тебе оплачивать не будем. Его содержание. Ты попадаешь под реестр. Минимальный реестр тебе выдает квартиру. Ты имеешь право содержать квартиру. Либо долю в квартире, если ты живёшь с родственниками. Либо земельный участок. Земельный участок ограничен. Потому что в этом возрасте и пять гектар ты не обработаешь, как не старайся. Вот, значит, если ты в селе, вот этот госреестр ты выдерживаешь. Если у тебя есть сфера госреестр, ты обращаешься в налоговую. Она у тебя забирает, продаёт, выплачивает тебе, разницу уложит. А остальное, значит, или доходы государства, ну, тебе оставляют джентльменский минимум, на который ты можешь жить. И вот на содержание этого джентльменского минимума тебе начинают платить пособие, по старости. Параллельно с пенсиями. Ну что, наше правительство неужели такое тупое, неужели не может сообразить вот эту элементарную вещь, сделать справедливой пенсию людям? Неужели нельзя было не трогать людей, которые работали при Советском Союзе? Раньше же говорили, не будут трогать людей, которые родились до 1971 года. Было даже где-то, вот я его читал, часто вот это было написано. До 1971 года людей не будут трогать вообще. И это было справедливо, потому что советский стаж у нас, сейчас его не найдёшь, не раскопаешь вообще. Сейчас уже там нету ничего, ни в архивах не найдёшь. И считай пропал этот стаж советский. Вот, и стаж, стаж бессмысленный. Неважно какой у тебя стаж. Зачем вам стаж? Откуда вы знаете стаж? И содержать этот архив, и пересчитывать эти баллы, это всё. Вот, 60 лет паспорт гражданина. Наличие пенсионного счёта и наличие денег на счету. Всё, что интересует налоговый. Всё. Нет денег на счету, пожалуйста. Это реестр имущественного состояния и пособие по старости. Всё. А эти стажи, это такой бред, блин. Тут одно предприятие закрылось, второе закрыло, третий вообще никого не проводил, четвёртый в чёрную работал. Вот, что вы там найдёте? Рынок вот так вот. И пенсионные только мозг парят предприятием, и всё. На самом деле они вообще ничего не контролируют. И за любой пенсии ты... Только развели ещё браздельно. Вот выплаты пенсионерам, да. А вот содержание пенсионного фонда. А то у нас пенсионный фонд растёт. Владимир Владимирович, хорошо. Вот мы продадим там 100 зданий. Чего продадим? Содержать это здание надо. И его за что-то содержат, за какие-то деньги. И получается, что мы содержим аппарат, который жрёт в бою больше, чем получают пенсионеры. Это нерационально. И в Советском Союзе не было же никакого... Советский Союз был совсем другим. Там вы и зарплату получали. Вот ваша зарплата, а дальше встаньте в очередь и получите квартиру бесплатно. Сейчас этого нет. Это невозможно. Садик бесплатно, медицина бесплатно. Оказалось, там где бесплатно, там качество потеряли. И оторвались от... Вот, поэтому нет. Пусть это будет платным. Всё стоит денег, но государство для того и создаёт, что по любой платности для населения это должно быть общее, доступно. Не важно, кто ты, но у тебя есть доступ ко всем благам. Потому что ты гражданин этого государства. И всё. Там должно быть всё ясно, чисто, просто. Да, и понятно, чтобы не было... Мы не понимаем, мы даже не догоняем, какая же у нас там будет пенсия. Какая-то в какую-то... Ну да, я вот захожу, счётчик какой-то долбанутый, я не понимаю, что он считает. Я тоже не могу найти. Закладываю данные, он не выдаёт. Но это не факт. Да я вообще ничего не понимаю. Мне орали. Отчисляй пенсию. Мы тебе в пенсию. Я до пенсии дошёл, мне сказали. Мы тебя кинули, иди ещё пять лет вкалывай. И чё? Вот и вы попали. Кто? Кто? Ну вот. То есть, я говорю, вся реформа. А. Провально. Б. Необоснованно. И они назад уже откручивают. Начали дотации. Начали. И деньги только гоняют. Сначала туда, потом обратно. Сначала. А тут, блядь, куча чиновников сидит, жрёт эти деньги. Вот всё, что вы добились. Короче, справедливости не дождёшься от них, да? Так я понял. Всё в мире относительно. Христа распяли. Христа распяли. Чё вы хотите от рядовых обывателей? Нужно время, нужно... Когда-то и на кобылах ездили, за счастье было. Коня зависит. Сейчас он, давай коня. Не, вон машину дай мне, айду. Убери. Всему своё время. Поэтому... Так что, ничего удивительного. Дойдут и до этого дойдут. Никуда не денутся. Уже решений много. Правильно, только одно. Ладно, дай Бог вам дожить и мне дожить до этой пенсии. Да, дай Бог, дай Бог. Только Богу молиться, чтобы... Да, если Бог не выдаст, то и свинья не съест. А если на роду написано, вон сколько парней не вернутся со своего. Да, да. А мы и ноем о своей пенсии. Так что... Дай Бог на зло всем дожить. Нам. Дай Бог всем дожить. Хоть какой-то урон государству. Отомстить. И до старости лет отомстить. Дай Бог, отомстим. Ладно, удачи, здоровья. Ладно. Спасибо вам большое, спасибо. Не за что. Удачи. До свидания.